Гантный IP-телефон Yelink SIP T48G. Наверное, многие из вас уже видели новость на нашем сайте ipmatica.ru о том, что начинается акция по продаже данного телефона, и сейчас, покупая эту модель, вы можете получить в подарок различные аксессуары, ну и, соответственно, привлечь эту модель по привлекательным ценам. Давайте подробно рассмотрим этот телефон и узнаем, чем же он так хорош, какие особенности у него есть, и как вообще лучше эту модель продавать. Мы рассмотрим несколько тем. Первое – это описание телефона, затем мы разберемся в функциях и возможностях нового аппарата, рассмотрим новое экранное меню, и я расскажу вам о позиционировании данного телефонного аппарата на рынке. Что касается описания телефона. Модель Yelink SIP T48G является флагманской в линейке T4. На сегодняшний день это самый технически оснащенный телефон компании Yelink. Он является заключительной моделью во всей линейке T4. Кроме этого телефона в линейке представлены такие аппараты, как SIP T46G, SIP T42G и SIP T41B, с которыми вы уже все знакомы. Также в линейке присутствуют аксессуары, такие как модель расширения EXP40 и Bluetooth адаптер BT40, который позволяет подключать беспроводные Bluetooth гарнитуры к некоторым телефонам из линейки T4. Ну и к каждому из телефонов этой линейки T4 можно подключить стандартную проводную гарнитуру компании Yelink и HS32. Если посмотреть на сравнительную таблицу всех телефонов данной линейки, я сейчас попробую сделать окно побольше, чтобы было лучше видно. Так вот, если посмотреть на сравнительную таблицу и разобраться по шагам, то вы можете увидеть, что экран телефона SIP T48G самый большой среди всех представителей телефонов Yelink. Он имеет размер 7 дюймов и разрешение 800 на 480 пикселей. Экран, конечно же, цветной. Кроме этого, он оснащен технологией Touchscreen, что нивелирует разницу между офисным телефоном, привычным нам всем, и смартфоном или обычным мобильным телефоном с сенсорным экраном, который уже большинства пользователей так или иначе подался в руки или каждый день им пользуется. Сетевой интерфейс данного телефонного аппарата имеет технологию Gigabit, порты LAN и WAN, то есть интернет и PC, оба работают по технологии Gigabit. Данный телефонный аппарат поддерживает работу с Bluetooth, то есть мы можем подключить USB адаптер BT40 и использовать различные Bluetooth гарнитуры с данным телефонным аппаратом. Кроме этого, есть поддержка адаптера EHS, то есть если такой адаптер у вас имеется и вы не хотите тратиться на новый Bluetooth адаптер, то можно и подключить EHS. Также в этом телефонном аппарате 29 программируемых кнопок, они располагаются на отдельном экране, для этих кнопок предназначенном очень удобно настраиваются, я чуть позже об этом расскажу. У телефона SIP-T48G шесть независимых SIP-аккаунтов, также он поддерживает такую спецификацию, как TR-069, очень удобную при автопровижинге большого количества телефонов. Этот телефонный аппарат поддерживает технологию OpenVPN и функции Broadsoft, которые могут быть полезны в крупных компаниях или для оператора, который на этой платформе основывается. Но опять же, об этом я чуть позже расскажу. Также хотелось бы отметить в таблице, мне немножко не хватило места, но хочу сказать, что модули EXP-40, которые предназначены как раз для работы с телефонами линейки T4, также возможны для подключения к этому телефонному аппарату. Какие функции и возможности есть у телефона Yolink T48G? Прежде всего, это ультраэлегантный дизайн. Телефон выполнен в общей стилистике линейки T4. Телефон очень приятный на ощупь, выполнен из пластика, который очень трудно поцарапать. Он специально разработан для того, чтобы защищать телефон от различных соприкосновений с офисными аксессуарами, и канцелярскими товарами. Поэтому выглядеть он будет всегда как новенький, и внешний вид его очень и очень приятен. Звук данного телефонного аппарата соответствует стандарту Optima HD. Это стандарт, индекс которого TIA 920. Это означает, что как динамик трубки, так спикер телефона, микрофон и широкополосный кодек. Все поддерживает стандарт HD, и передача голоса выполняется в очень хорошем качестве. Ну и кроме всего прочего, данный стандарт TIA 920, он затрагивает такой аспект, как забота о слабослышащих людям, скажем так. То есть, очень хорошо разборчивые тоны и полутоны. Ну, там есть целое описание данного стандарта, но вот все это включает в себя TIA 920. Как я уже говорил, экран данного телефонного аппарата имеет размер 7 дюймов, экран цветной, с поддержкой технологии Touchscreen. У этого телефонного аппарата два порта RJ45, которые работают в режиме моста, телефон может работать с помощью питания, поданного в кабеле Ethernet по технологии PoE. Каждый из SIP-аккаунтов телефона имеет независимую конфигурацию и друг от друга полностью независим. Есть USB-разъем на обратной стороне телефона, как и в модели SIP-T46G, куда подключается USB, Bluetooth, адаптер. Телефон этот поддерживает работу как с проводными, так и беспроводными гарнитурами. Как я уже говорил, поддерживаются модули расширения XP40 до 6 штук. И этот телефонный аппарат возможно крепить на стену. Кстати говоря, как и модули XP40, для них есть отдельное крепление, точно так же они могут быть закреплены вместе с телефоном на стену. Ну и, конечно же, модель SIP-T48G поддерживает функцию AutoProvision. Если говорить о программном обеспечении, то базовая версия ПО, с которой этот телефон уже поставляется на рынок, это версия 72. В данной версии ПО Syntexis AutoProvision такой же, как и в линейке T2, то есть уже знакомый пользователю и не имеющий никаких серьезных отличий, что позволяет уже привычными действиями настроить телефон и ввести его в эксплуатацию. Эта модель телефона поддерживает интеллектуальный поиск, ну и, собственно, версия ПО 72 также поддерживает интеллектуальный поиск контактов по всем книгам, которые в телефоне есть. Это и локальная книга, и удаленная записная книга. Кроме всего прочего, поддерживается резервный SIP-сервер. Телефонный аппарат поддерживает получение IP-адреса версии 6 как в динамическом режиме, так и в статическом. Работает телефонный аппарат с VLAN и имеет продвинутые функции BroadSoft, такие как быстрая авторизация, модуль Hoteling в системе Call Center BroadSoft, это список контактов BroadSoft, это история вызовов, которая хранится на сервере BroadSoft. Ну, собственно, операторы, которые с этой системой работают, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Для тех, кто не знает, хочу отметить, что, например, в Казахстане услуга ID Phone предоставляется именно на основе системы BroadSoft. Ну и многие операторы в России также используют эту систему. Поддержка функций, о которых я говорил, она позволяет крупным компаниям ввести свои записные книги, свои истории вызовов и прочие удобные функции непосредственно на сервере. Ну и вот телефон CIP-T48G работу с этими функциями в полной мере поддерживает. Теперь хотелось бы поговорить об экранном меню. Экранное меню телефонного аппарата полностью переработано. Я сейчас также сделаю окошко с презентацией побольше, чтобы было лучше видно. Иконки на рабочем столе изменили свое местоположение. Теперь слева, в левом верхнем углу, как показано с синей стрелкой, располагаются кнопки для CIP-аккаунтов, которые имеются в телефоне. Шесть кнопок сверху вниз, первые шесть кнопок – это кнопки, зарезервированные под аккаунты. На рабочем столе есть такие быстрые иконки, точнее иконки быстрого доступа к таким разделам, как «История», «Контакты», «ДНД» и «Меню». И есть отдельная клавиша, которая называется «ДСС» для доступа к кнопкам «ДСС», ну или, как мы их называем, к программируемым кнопкам. Раздел «История вызовов» сейчас представлен перед вами на экране, но я хочу поговорить не о нем. Хочу отметить, что сейчас привычные нам кнопки, которые возвращали одним нажатием пользователя к рабочему столу, поменяли свое местоположение. В левом верхнем углу, как показано красной стрелкой, отображается текущий аккаунт, с которым работает телефон, ну иначе говоря, аккаунт по умолчанию, пользователь может выбрать самостоятельно, какой из шести аккаунтов использовать по умолчанию, но вот этот самый аккаунт будет отображен в левом верхнем углу. Ну а кнопка «Домой», которая одним нажатием, как и в большинстве мобильных телефонов, возвращает к исходному рабочему столу, теперь располагается в правом нижнем углу. Кнопки доступа до быстрых разделов, точнее, кнопки доступа, быстрого доступа к разделам меню располагаются теперь внизу посередине. Они меняют свое назначение в зависимости от той директории, где вы и находитесь. Ну а любые операции, которые вы захотите сделать с помощью технологии «Тачскрин», теперь делать гораздо удобней. Не надо на клавиатуре нажимать кнопку навигации, а достаточно нажать пальцем на экране именно тот раздел, который вам нужен. Из своего опыта хочу сказать, что многим из нас, к сожалению, не всегда понятно изменение технологий, не всегда понятно движение прогресса. И лично я, когда поставил себе этот телефонный аппарат на стол для того, чтобы подготовить данный вебинар, лично я недоумевал сначала, что сенсорный экран на рабочем столе, зачем он нужен, но впоследствии, поработав с этим телефоном, я с трудом уже пересел на телефон T28, который стоял у меня ранее, так как есть все-таки некий момент связи между тем, что мы видим на экране и нажатиями пальцами на навигационных кнопках старых телефонов. Здесь же в сенсорном телефоне, действительно уже по аналогии с мобильным телефоном, куда мне нужно попасть, какое меню мне требуется, туда я и захожу непосредственно нажимая пальцем на экран. Работа с телефоном сильно ускоряется и после этого адаптироваться обратно на свой старый телефон довольно тяжело. Поэтому, как и все телефоны Ялинк, постепенно прогрессируя, именно через личный опыт общения и работы с телефоном передается наибольшее количество впечатлений от телефонных аппаратов, как по уровню передачи голоса, так и по уровню работы самого телефона. Я предлагаю сделать небольшую паузу и спросить хочу у вас на данный момент, есть ли какие-то вопросы, которые хотели бы вы со мной обсудить. Если вопросов нет, пожалуйста, напишите в чат знак минус. Так, вижу, посыпались минусы. Отлично. Тогда я продолжу. Хочу рассказать вам про работу с программируемыми кнопками или как мы их называем DSS. В телефоне SIPT48G для этих самых 29 DSS кнопок есть отдельное экранное меню. Если в стандартном рабочем столе мы нажмем в правом нижнем углу кнопку DSS, сейчас я ее выделю, то на экране телефона появляются все доступные DSS кнопки. Их очень удобно настраивать, нажимая один раз всего лишь пальцем на нужную вам DSS кнопку, телефон предлагает вам выбрать действие, которое эта кнопка будет совершать. По аналогии со всеми предыдущими телефонами, порядка 30 сценариев различных действий для каждой кнопки можно настроить. Это и быстрый набор, и оповещение, и конференция, и отображение статуса абонента, ну и в общем-то все то, к чему мы привыкли. В следующем слайде я более подробно покажу, как это выглядит. Заходя в режим настройки программных, программируемых кнопок, телефон подсказывает, какие из кнопок, какой имеют порядковый номер, если кнопка занята, то показывает, какая кнопка занята и какое действие она выполняет, ну и соответственно, при выборе свободной кнопки телефон предлагает различные сценарии работы данной выбранной вами кнопки. Если поговорить о работе с контактами, доступ к которым возможен непосредственно с рабочего стола, то в данной модели телефона стала очень удобна работа не только редактирования контакта и добавления его, но и стали доступны групповые операции с контактами. Теперь доступ до веб-интерфейса требуется только при первичной настройке, пожалуй, для того, чтобы ввести в телефон в вашу корпоративную сеть. Впоследствии добавлять контакты, добавлять мелодию к контакту в отдельности или к группе контактов очень просто с помощью экранного меню. И, пожалуй, по аналогии со смартфонами, это сильно ускоряет работу и добавляет много удобства в каждодневном большом количестве дел, которое у нас у всех встречается. Ну и вот, как вы можете видеть на экране, при работе с контактами есть такие возможности, как перемещение контактов между группами, запись контактов в черный список, также возможно удаление, соответственно, создание групп или редактирование уже имеющихся групп и назначение им мелодий. На данный момент хочу с вами поговорить о позиционировании на рынке и о той ситуации, которая вообще складывается среди вендоров. Данный телефон T48G предназначен для руководителей компании. Это внешне очень солидный телефон с элегантным внешним видом. Ну и, соответственно, стоит он значительно дороже, чем модели T2. Ну и назначение их в связи с тем, что, как я говорил уже, сенсорный экран позволяет удобно каждодневные задачи выполнять. Все-таки это телефон для управленца. Он спроектирован таким образом, чтобы разница между планшетом, который в повседневной нашей жизни используется, или телефонным мобильным аппаратом была, скажем так, практически незаметна, и привычными движениями руководитель мог быстро и оперативно решать каждодневные задачи на своем рабочем месте с помощью SIP-телефона. Ну и сегменты рынков, которые этот телефонный аппарат может быть продан, это малый средний бизнес, крупные компании, операторы и сервис-провайдеры. Если сравнивать телефон SIP-T48G с конкурентами, которые на данный момент есть на рынке, то возможно следующее сравнение. Это сравнение с продуктами Polycom VVX500 и модель VVX600. Ну давайте разберемся по порядку. Прежде всего кнопки DSS или уже программируемые кнопки. У телефона SIP-T48G на экране 29 кнопок DSS. Это кнопки программируемых под различные действия, нет никаких бумажек, прикрепленных на корпусе телефона, все кнопки в электронном виде отображают информацию, отображают как латинские буквы, так и кириллицу. И соответственно все в цифровом виде отображается на экране телефона SIP-T48G. У обоих моделей Polycom, ни у 600, ни у 500 подобных кнопок нет. В наличии абсолютно. Что касается размера экрана, это второй пункт сравнения, то у модели SIP-T48G экран 7 дюймов, у модели Polycom 600 экран 4,3 дюйма с практически в два раза меньшим разрешением, а у 500 модели экран еще меньше, 3,5 дюйма и разрешение экрана еще меньше. Соответственно учитывая наши реалии, когда есть довольно большой список контактов, довольно длинный скролл в истории, ну и вообще необходимо отображать на экране различную информацию, размер экрана все-таки имеет значение. И как и многие вендоры мобильной индустрии, Ялинк в сегменте SIP-телефонии также считает, что размер экрана действительно имеет очень важное значение. Третий пункт сравнения это удаленная записная книга. Телефон SIP-T48G поддерживает работу с книгой, созданной в формате XML. Оба телефона компании Polycom работу с удаленной записной книгой не поддерживают. Что касается автоматической настройки телефонных аппаратов, то телефон компании Ялинк поддерживает работу со стандартом TR-069, который в последнее время все больше и больше набирает обороты в предприятиях крупного бизнеса. Если в малом и среднем бизнесе мало кто знает про работу с данным стандартом, то мы все чаще встречаем запросы от операторов связи и от крупных компаний о поддержке именно этого стандарта. Соответственно, обе модели Polycom данный стандарт не поддерживают. Ну и что касается работы с сетью, это пятый элемент нашего сравнения, то телефон Ялинк SIP-T48G поддерживает работу с VPN и с получением IP версии 6, ну а оба аппарата Polycom не поддерживают ни одной из этих технологий. Есть и другой вендор, это СНОМ, с которым можно сравнить телефон SIP-T48G. Модель у СНОМа называется 870. Опять же, здесь можно сравнить кнопки DSS. У СНОМ есть, так же как у телефона Ялинк, цифровые кнопки, которые на экране отображают события, но кнопок этих почти в два раза меньше. Если у Ялинк кнопок 29, то у телефона СНОМ 870, таких кнопок только 15. Что касается размера экрана, то СНОМ также уступает телефону Ялинк, размер экрана телефона СНОМ всего лишь 4,3 дюйма, ну и соответственно меньшее разрешение. Такой важный фактор, как поддержка Bluetooth, к сожалению, у СНОМа тоже отсутствует. Если мы говорим о сегменте корпоративного бизнеса, если мы говорим о телефоне, предназначенном для руководителя или менеджера высшего звена, то наличие Bluetooth гарнитуры – это довольно частое явление у таких специалистов, и поэтому подключение гарнитуры к телефону, по которому каждый день происходят сотни звонков, это очень удобно и это важный момент в сравнении. Четвертый фактор – это крепление на стену. Телефон Ялинк позволяет крепить его, собственно, себя на стену, а крепление на стену у телефона СНОМ не имеется. И пятый элемент сравнения – это работа с сетью. Телефон Ялинк поддерживает стандарт IPv6, ну а телефон СНОМ данный стандарт не поддерживает. Хотя это уже наше с вами будущее, которое находится буквально на пороге. И третий вендор, с которым я хотел бы провести сравнение. На данный момент на рынке присутствует телефонный аппарат компании Astra, номер телефонного аппарата 6739i. Сравнить эти телефоны можно по следующим показателям. Первое – это размер экрана. Размер экрана телефона Astra – 5,7 дюйма. Это больше, чем экраны всех предыдущих телефонов, с которыми я сравнивал E-Link CYPT 48G. Но по-прежнему меньше самого Ялинк. Ну и разрешение экрана телефона Astra сильно меньше. Кроме всего прочего, у телефона Astra отсутствуют навигационные кнопки. Возможно, это, конечно, небольшой минус. Но есть некоторая категория пользователей, которые имеют устоявшуюся привычку. И не всегда они готовы сразу от этой привычки отказаться и кардинально перейти на новые возможности. У телефона CYPT 48G имеются под экраном 6 навигационных клавиш. Это так называемый джойстик, ну и кнопки ОК и отмена. Которые, если человек уже работал с E-Link, с какой-то другой моделью телефонного аппарата, так вот эти кнопки будут ему привычны и удобны в каждодневном использовании. У Astra таких кнопок нет. Третий пункт – это удаленная записная книга. Как я уже говорил, телефон E-Link CYPT 48G поддерживает работу с удаленной записной книгой, созданной в формате XML. Телефон Astra не поддерживает работу с удаленной записной книгой. Что касается автоматической настройки телефонных аппаратов, то CYPT 48G поддерживает стандарт TR-069, а телефон Astra этот стандарт не поддерживает. И последний критерий сравнения – это работа с сетью. Поддержка стандарта IPv6. Телефонный аппарат E-Link поддерживает данный стандарт, а телефонный аппарат Astra, к сожалению, IPv6 не поддерживает. На сегодня это все, о чем я хотел рассказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в чат, либо голосом. Я с удовольствием на них отвечу. Ну и пока вы размышляете над вопросами, я хочу вам добавить, что если вы заинтересовались данным телефонным аппаратом, то вы можете обратиться в наш отдел продаж к своему менеджеру, если вы уже имеете договор с нашей компанией, и узнать подробности об существующих на данный момент акциях, которые проводятся именно по телефону CYPT 48G. Менеджеры с удовольствием вам расскажут всю необходимую информацию. Есть вопрос от Александра Хохлова. Он говорит, что по-хорошему в телефон такого класса нужно было встроить поддержку трубок DECT. Александр, я с вами с одной стороны согласен, а с другой стороны нет. Расскажу почему. Этот телефон направлен на то, чтобы он был установлен на столе у руководителя, как я уже сказал, компании, либо менеджера высшего звена. Соответственно, такие сотрудники, как показывает статистика, как показывает наш опыт, чаще используют Bluetooth гарнитуру. Соответственно, они могут подключить USB адаптер E-Link и с помощью Bluetooth гарнитуры не привязывать себя к рабочему месту, а перемещаться по своему кабинету. Это вот, собственно, то, почему я с вами не согласен. DECT трубки не так уж часто они используют. Ну, а что касается положительной стороны вопроса, то хочу вам сказать, что, возможно, до конца года, но точно сроков я, к сожалению, не знаю, но так вот, в планах у компании E-Link есть телефон, который будет себе совмещать стационарный телефонный аппарат с трубкой проводной, и к этому же телефонному аппарату по стандарту DECT будет подсоединена еще беспроводная трубка. Дело в том, что это отдельный класс устройств, которые чаще всего требуются секретарю, сотруднику, который очень много перемещается по всему офису. И наибольший спрос таких телефонов именно для секретаря. Поэтому симбиоз такого телефона будет, пока мы не знаем, будет ли это трубка с аккумулятором, которая просто лежит на стационарном аппарате, или рядом со стационарным аппаратом будет стоять еще одна трубка. Но E-Link совершенно точно планирует к выпуску такую модель. Вопрос от Нежданного Евгения. USB только для Bluetooth, спрашивает Евгений. Да, USB только для Bluetooth. На данный момент только так. Впоследствии инженеры обещали добавить SDK, чтобы можно было что-либо еще загружать, но сейчас только для Bluetooth гарнитур. Андрей Рентеев спрашивает. Сенсор конденсаторного типа, как у iPhone, или резистивный, как у бюджетных телефонов? Андрей, вы знаете, я сейчас не готов вам ответить. Я ваш email из списка зарегистрированных участников возьму. Или нет, даже не так. Я уточню ответ, и когда буду рассылать запись вебинара, я вставлю в рассылку ваш вопрос и свой ответ. Я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, резистивный. Я дополнительно уточню и вам точно в рассылке об этом сообщу. Так, Александр Хохлов пишет, что еще хочется хоть минимальных подробностей про конференц-телефон от e-link, который Усов Михаил фотографировал на выставке. Александр, видите ли, мы сейчас находимся в такой ситуации, что Усов Михаил на выставке, а мы инженеры и сотрудники здесь, в Москве, и сами видели только на фотографиях, поэтому, когда он вернется, у нас обязательно будет планерка, и мы сможем более подробно расспросить. К сожалению, информации по этому телефону у нас так же, как у вас, нет. Продолжение следует... В рамках этой конференции будет множество докладов по тем, какие продукты e-link будет выпускать впоследствии, тем, какие планы на будущее вообще есть у компании e-link, будут доклады о работе дистрибьюторской здесь, в России, и после этой конференции, которая состоится 1 апреля, будет обучение трехдневное со 2 по 4 апреля также в Москве. Участие совершенно бесплатное, как в конференции, так и в обучении. Как я говорил, будет много интересных тем. Первый день, 1 апреля конференция предназначена больше для руководителей компаний, а обучение со 2 по 4 апреля уже предназначено для инженеров, чтобы получить конкретные практические навыки по работе с оборудованием e-link и e-star. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь либо ко мне на почту support.sobaka.ipmatika.ru, либо в наш отдел продаж. Менеджеры с удовольствием вам расскажут всю информацию, вас интересующую, и запишут вас на данные мероприятия. Вот Дмитрий Серый спрашивает, будет ли стенд на конференции. Дмитрий, стенд обязательно будет, я только не уверен, со всей ли продукцией или только с новинками. Но, скорее всего, конечно, постараемся поставить все телефоны, чтобы наглядно можно было их увидеть и пощупать. Но совершенно точно в каком-то виде стенд будет. Продолжение следует... Коллеги, если вопросов нет, пожалуйста, пишите в чат «минус». В течение сегодняшнего дня придет вам рассылка с записью вебинара, со списком вопросов, которые были в чате, и ответов, которые я подготовлю. Поэтому, если вы пропустили, то ничего страшного. Если вы захотите информацию освежить и повторно прослушать данный вебинар, то дождитесь рассылки и, пожалуйста, делайте это. Евгений, вопрос по поводу развития линейки Т2. Т2, он остается открытым, так как буквально в конце года были анонсированы такие телефоны, как Т19 и Т21. Мы с вами все видим, что прогресс не стоит на месте. Технологии дешевеют. И не только дешевеют, но и позволяют реализовать дополнительные возможности. Сейчас информации от компании E-Link по закрытию развития линейки у нас нет. Единственное, что происходит, это телефон Т18, который продавался ранее, в связи с тем, что есть возможность за те же деньги сделать что-то лучшее, заменили на модель Т19. Ну и модель линейки Т2, такую как Т20, заменили на Т21, где большего размера экран, где есть возможность работы с удаленной записной книгой. То есть происходит модернизация линейки. О прекращении развития речи не идет. Возможно, вполне изменения. Ну что ж, коллеги, спасибо за внимание. Буду рад вас снова видеть на наших вебинарах. Следите за рассылкой новостей. Всего вам доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...